Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию обзор книг для малышей серии «Весёлые истории про Усика» издательства «Эксмодетство». Котёнок Усик – маленький герой серии книг французской писательницы Армель Рену, который обязательно понравится малышам. Ведь в душе он такой же, как они сами – милый, добрый, немного наивный шалунишка. Этот проказник знает, как развеселить друга, придумывает хитрые планы и отправляется в путешествие к новым друзьям. С ним не скучно и приятно провести вечер, слушая мамино чтение или даже прочитать небольшие истории самому. Книги отлично подходят для первого чтения. Крупный шрифт, яркие красочные картинки, нарисованные Мелани Гранжерар. Эта книжная серия учит малышей вести себя честно, никогда не обманывать, находить язык с другими ребятами, не бояться темноты и даже устраивать праздник. Армель Рену «Зачем быть честным?» «Усик и одна маленькая ложь». Друзья должны быть честными друг с другом. Котенок Усик и Песик Пятнаш попадают в ситуацию, когда ложь может испортить отношения. История о том, как один маленький мячик и одна маленькая ложь приведут к неожиданным последствиям. Армель Рену «Как стать смелым?» Усик и хитрый план. Веселый котенок Усик придумывает хитрый план, чтобы стать большим и страшным. Ведь ему так хочется проучить соседского пса Пятнаша, который постоянно его донимает, лает и гоняется за котенком. Усику надоело бояться, и он решил стать смелым львом и прогнать обидчика. Для создания шикарной львиной гривы прекрасно подошли липкое варенье и солома с поля. Вот только рычать по-левиному Усик не научился. А может, и не нужно было никого пугать. Армель Рену «Как устроить праздник?» Усик и рождественское чудо. Как же так? Только Усик хотел покачаться на ветках рождественской елки, как самая красивая звезда разбилась. Котенок и его друг Пятнаш отправляются на поиски того, кто может помочь все исправить, и неожиданно попадают к настоящему Санта-Клаусу. Эта история несет простую, но такую необходимую и правильную мораль. Делай добро, и оно обязательно к тебе вернется. Главное – делать это от чистого сердца и с душой. Книга учит добру, дружбе, взаимовыручке. Она подарит атмосферу праздника и волшебства. Армель Рино, кто прячется в темноте? Усик и страшная ночь. Усик – очень храбрый котенок, но у него есть один секрет. Он боится темноты. И еще бы, ведь в кромешной темноте то тень шевельнется, то половица скрипнет, то что-то начнет светиться. Усик очень боялся привидений и инопланетян. И в одну темную ночь ему пришлось столкнуться со всеми своими страхами. Как же побороть страх? Армель Рино, кто устроил беспорядок? Усик – король проделок. Озорной котенок Усик не скучает. Он находит столько развлечений, то попрыгает по клавишам фортепиано, то залезет в соседский аквариум, то пройдет по веревке с бельем. К чему приведут все эти проделки? И поймет ли Усик, что иногда за свои поступки нужно просить прощения? Но даже уборка превращается в веселую шалость, ведь Усик – король проделок. Армель Рино, не хочу мириться, Усик и новый кот Мельника. Котенок Усик – большой озорник и считает, что в проказах ему нет равных. Но новый кот Мельника Маркиз оказался еще большим проказником. Усик ему завидует. Как и всякий кот, Усик любит ловить мышей. Но новый кот становится его соперником по охоте. Как снежный ком множатся неприятности, и вот уже Усик хочет проучить зазнавшегося врага. Что же он придумает? И к чему приведет их вражда? Принесет ли это удачу? Может быть, лучше подружиться? Армель Рино так нечестно. Усик и день соревнований. Котенок Усик взволнован. Наступил день соревнований. Ему так хочется быть победителем во всех конкурсах. Пусть даже для этого придется схитрить и обмануть друзей. Но тайны всегда становятся явным. А Усик получает хороший урок. Победа, заработанная обманным путем, не считается настоящей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok